Эту поездку мы совершили еще в марте, когда евро стоило 76 рублей, а границы не были закрыты из-за пандемии. Но только сейчас руки дошли до монтажа роликов о том, как мы смотались в Калининград и обратно. Надеемся, что уже совсем скоро все мы снова сможем путешествовать не только по России, но и в другие страны, при этом не переплачивая за это. Ну а в этом ролике мы расскажем о том, как мы добрались из Москвы до Риги. Итак, поехали! Вот навигатор нам показывает ехать 12 часов почти в Ригу. 927 километров. Наконец-то выехали мы из Москвы. Навигатор дальше показывает все зеленое. Съехали с магистрали. Теперь будет вот такая дорога до самой границы. Скучная, но спокойная. Очень мало машин, фур еще меньше. Можно спокойно пилить до самой Латвии. Заходить будем, кстати, через Бурачки. Через пропускной пункт Бурачки. Не Дурачки, а Бурачки. Новорижское шоссе не самая живописная дорога, но она пролегает через места ожесточенных сражений. В 41 году немцы наступали по этому направлению на Москву. В Тверской области установлено много вот таких желтых щитов с информацией о подвигах и потерях советских войск в начале Великой Отечественной. На улице дождь. Сейчас еще немножко стиг, для этого вообще стемной стоял. Поэтому не удалось совершить запланированный привал. Едим в машине. Вареные яички в дороге. Вообще, куда же без него. Вот такой расход показывает брутовой компьютер. И это еще много. Вообще, я как-то ставил рекорд 5,9 литра на 100 километров. Здесь, кстати, разрешенная скорость 110 километров в час. То есть все 130. Но, мне кажется, что-то переборщили с режимом. Вот так быстро здесь опасно ищите. По такой дороге. Вон, знак дальше. 610. Посмотрим, какие в Европе дороги. Заправиться надо перед границей до полного. И не стоит забывать о зеленой карте для въезда в Европу. Ближе к границе все чаще встречаются вот такие ларьки. Стоимость страховки везде одинаковая, но у этого очень удобное расположение. Сделал страховку на две недели Европа. Сколько там? 2320 рублей. Очень удобно, кстати. Это, по-моему, последняя заправка на границе перед пропускным пунктом Лукоиловска. Здесь и вот этот пункт страхования. Он прямо рядом с асфальтом. Не нужно по грязи выдвигаться из машины туда. Ну и заправиться можем до полного. Здесь чрезвычайно дешевый бензин. Я заправился на 1 рубль. Подъезжаем к бурочкам. Еще, мне кажется, километров 5, наверное, до них осталось. Очереди с фуру уже здесь начинаются. Россия. Пограничники, как их еще назвать, показывают свою значимость. Вот в прошлый раз так же было у нас, когда мы заезжали. И вот сейчас. Ну, сейчас я уже не попался на эту их уловку. В прошлый раз так же, как этот чувак заехал туда. Ну, как и на других КПП, собственно, когда выезжаешь из России. Подъезжаешь, показываешь документы, попер. Нет, этому же пограничнику нужно обязательно, чтобы ты остановился на этой стоп-линии, вышел из машины, с документами дошел до него, вот под дождем. И показал ему документы, и потом вернулся в машину и поехал. Вот такие вот они. Вон, к той будке надо, чтобы я до него дошел. Вот прямо вот отсюда, можно сказать. Под дождем, там, с документами своими. Постоял там у него, послушал, что он там мне скажет, а потом вернулся, чтобы обратно. Сидит там какой-то хер варьках. Важный-то ему такой, важный. Талончик там, типа, три человека, вот у нас. Нам ничего декларировать не нужно. Так, у нас тут зеленый коридор. Латвия. Вот как в Латвии сделано. Приезжаю прям практически к окну. Тут стоп-линия. Вот на латвийской границе пропускной пункт называется Терехово. Кто такая Терехово? Что в честь нее назвали пропускной пункт? Короче, история повторяется. В прошлый раз у нас таможенники просили диагностическую карту на машину. И в этот раз. Наличие полиса их не устраивает. Забрал документы, пошел он там к себе на пост проверять диагностическую карту. Их интересует, прошла ли машина техосмотр или нет. Причем техосмотр прошла ли она в России. По базе, по какой-то они там проверяют, по своей, на сайт, на российский заходят, смотрят, есть на машину техосмотр или нет. Пошел смотреть. Сжалился над нами этот таможенник. Он вывез какую-то там бумажку. В общем, он залез на российскую базу данных. Нашел данные о том, что на машину все-таки есть техосмотр, что машина техосмотр прошла. Все, проштамповали нам паспорта. Очень уж придирчиво они относятся к тем, кто пересекает границу на автомобиле. На самолете, конечно, так досконально не проверяют эти документы. Все, мы проехали. Едем в сторону Риги. Куда же нам тут надо? Так, на Зелупе. На Зелупе нам не надо, но налево лучше мы поедем. Не везде в Европе хорошие дороги. Встречать за и вот такие участки. Перед путешествием лучше закачать оффлайн-карты, чтобы можно было пользоваться навигатором без интернета. Но интернет в дороге все-таки нужен. Например, чтобы подыскать и забронировать квартиру в Airbnb. Теперь с интернетом будем в поездке на неделю. 2,5 евро неограниченный трафик. Цены на бензин 95 евро 29 дизель евро 21 короче, переводите сами. Обратите внимание, как здесь круговое движение организовано, как вот эта сама клумба выполнена. Если я сейчас наеду, я почувствую, что я наеду, а там дальше нет никакого бордюра. Но я перестроюсь от центра, правее. А у нас, в России, как-то не так все сделано. Смотри, сейчас наеду на разметку. Да, и я проснулся. Все, встал опять в полосу, держу, еду. Все нормально. Штаны, правда, придется сменить теперь. Блин, сколько едешь, ни одной заправки нету. Приходится отливать на автобусной остановке. Звезды, а звезды-то какие? В Москве нет таких звезд. В Москве все звезды живут в дорогих ЖК. Из-за долгого ожидания на российской границе мы приехали в Ригу уже ночью. Первым делом решили затариться продуктами. И вот такой плакат встречал нас на парковке супермаркета. Минздрав Латвии предупреждает, берегите простату, мужики. Но латвийский Минздрав не только о мужском здоровье беспокоится. Еще в начале марта, до того, как ВОЗ признала распространение г***** пандемии, во всех магазинах и на всех заправках в Латвии были установлены санитайзеры. В России они появились ближе к лету, когда зараза расползлась уже по всей стране. Для тех, кому интересны цены на продукты в Латвии, показываем. И напомню, что евро тогда стоило 76 рублей. Вот цены на яйца. 1,69 евро, 2,69 евро, 1,59 евро. 2,69 это стоит сколько там, 30 штук. Это различные сыры. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что цены на продукты плюс-минус такие же, как в России. Но качество этих продуктов заметно выше. И не стоит забывать про уровень зарплаты и пенсии в Латвии. Россия по этому показателю тоже проигрывает. Творог. Разный, сайтана. Молоко. Рижский бальзам это обязательный сувенир, который стоит привезти с собой из Латвии. Рижский бальзам? Ты же не пьешь. Надо что-то привезти. Из риги. А другого ничего не было? Шпроты, что ли? Сколько стоят овощи? Помидоры, чей. По-моему, 4 евро. Стоит 2 евро, 70 грамм. В Черногории дешевле. Пусть мы пока не в Литве, но для ребенка обязательно берем вкусный качественный шоколад пергали. Да и себя можно побаловать. Кстати, вот такой экран на кассе помогает контролировать, что и по какой цене пробивает кассир. Сняли вчера квартирку, чтобы Костя сомневался. Все мои команды еще спят. И один проснулся. Квартирка нормальная такая. И машина вроде как под окнами у нас стоит. Но на самом деле мы спали под машиной. Квартиру мы сняли практически в центре Риги в доме 1902 года постройки. Кстати, все квартиры в этом путешествии мы снимали через сервис Airbnb. Ссылка будет в описании. Регистрируйтесь по этой ссылке и получайте скидку на первое бронирование до 4000 рублей. Дом стоит на берегу реки Даугава. Ночью машину можно бесплатно парковать прямо у подъезда, а с 8 утра за парковку придется платить. И хоть на российских номерах можно не бояться штрафов, я тем не менее решил перепарковать тачку на бесплатную парковку за угол дома. А вон паркомат! Посмотрим, сколько стоит парковка на вот эту машину. В меню паркомата можно выбрать русский язык, вводим номер и минимальная сумма будет 40 евроцентов. Этого хватит на 15 минут. А за 10 евро можно оставить машину в этой тарифной зоне на 5 часов 15 минут. В выходные парковка будет стоить дороже. Второй день нашего турне мы покажем в следующей части. Расскажем, что обязательно стоит посмотреть в Риге, где поесть национальную еду, заедем в Юрмалу, а потом возьмем курс на Клапиду, в Литву. Так что подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Всем пока, до новых встреч!